Зима приходит к нам каждый год, но наступает всегда неожиданно. В этот раз похолодания резким не было, но ульяновцев атаковал внезапный снегопад. Городские энергетики и спасатели переведены в режим повышенной готовности, так как синоптики прогнозируют налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Ликвидация снега и обработка дорог противогололедными средствами началась еще 20 ноября. У нас вышло 74 единицы техники, значит мы проводили подметание, сгребание, плюс вывоз снега. Во вторую смену мы просыпали 247 тонн ПСС и 4,4 тонны реобъектов. Сегодня с утра к чистке снега около частных объектов должны были приступить владельцы и арендаторы помещений, а в придомовых территориях – управляющей компанией. С 4 утра была запланирована работа дворников, а с 8 – снегоуборочной техники. К сожалению, к моменту ухода людей на работу не удалось очистить все территории. В основном недовольны качеством уборки жители Левобережья. Нет, ну вокруг района у нас там не пройти. Во дворе, да, дворники справились. По дорогам пройти очень трудно. Как всегда у нас спят. Не видели, что вчера снег падал? Ну, факт то, что сегодня я видела, на остановку чистили на нижней террасе. Я за Волгой живую убрали, но смесью не посыпали. Не так нормально. Проживаем на проспекте Туполева в Новом городе. К сожалению, со вчерашнего дня снег пока не убрали. Очень трудно ходить. По данным Ульяновского гидромедцентра, снегопад будет продолжаться еще несколько дней. Кроме этого, возможно, сильное понижение температуры. Влияние циклона в ближайшие сутки сохранится. Снег ожидается повсеместно, от небольшого до умеренного, по востоку области сильный. В связи с тем, что ветер будет усиливаться, ожидается метель, на дорогах местами снежные заносы. Температура воздуха ночью и днем минус 2, минус 7 градусов. В дальнейшем, по прогнозам, циклон продолжит свое движение с небольшой скоростью. Поэтому 23 ноября также возможен снегопад и похолодание до минус 11 днем и минус 15 градусов Цельсия ночью. Ближе к субботе осадки возобновятся, но с меньшей интенсивностью. Юлия Руднева, Олег Тоньшин, Уллправда ТВ.